Телефон службы 112 разрывается от звонков жителей города и окрестных населенных пунктов, обеспокоенных сильной задымленностью и неприятным запахом. Полигон ТБО Сьянова-1, расположенный в Серпуховском районе, горит. 3 ноября в Серпухове введен режим чрезвычайной ситуации. Для чего это было необходимо? Подробности в нашем сюжете. Едкий, тошнотворный дым от горящей свалки распространился за несколько километров. Люди задыхаются. В службу 112 они жалуются и днем, и ночью. Более 200 тревожных сообщений поступило за неделю. На прошлой неделе количество звонков в день уже приближалось к 100. Звонили не только жители города Серпухова и Серпуховского района, но также обращения поступали от владельцев автомобилей, прожижающих по трассе федеральной А-108. Эти обращения были связаны не только на запах неприятный, но и на резкое ограничение видимости в зоне этого полигона. Здравствуйте, дежурный по городу Болео. Слушаю вас. Очередной звонок от жителей многоквартирного дома из Ивановских двориков. Этот район города полностью окутан дымом. Запах гари ощущают и даже на Ногинке. Люди жалуются и беспокоятся за своих детей, особенно за пожилых людей, которые вообще не могут выходить из дома, и им приходится дышать этим запахом. Иногда люди переходят даже на брань в отношении людей, от кого зависит решение этих вопросов, на бездействие. Обездействуют районные власти и уже давно. Скандальная история с полигоном длится с декабря 2016-го. Из-за бесконечных нарушений природоохранного законодательства Минэкологии не продлила лицензию эксплуатирующей компании. Ее хозяева моментально исчезли. А свалка, на которой изначально не соблюдалась технология складирования отходов, заполыхала ярким пламенем. Дым и смог накрыли все окрестные деревни и села, добрались до Серпухова. Погасить свалку и решить проблему раз и навсегда может только рекультивация. И разработать ее проект должен в соответствии с законодательством собственник земли, администрация Серпуховского района. Федеральный бюджет готов оплатить саму рекультивацию, но районные власти стоят в стороне. 3 ноября в связи с многочисленными жалобами жителей в Серпухове введен режим чрезвычайной ситуации. Который позволит городским властям вмешаться в ситуацию. При введении режима чрезвычайной ситуации городской округ имеет возможность обратиться в правительство Московской области с предложением выделить денежные необходимые средства для проведения и тушения пожара, и рекультивации твердых бытовых отходов. Тем, чтобы ликвидировать возгорание и в дальнейшем, чтобы отходы в горении не застаряли воздух. Соответственно, создать условия для нормальной жизни граждан нашего города. После введения режима ЧАЭС Министерству экологии выделили 30 миллионов рублей, которые будут незамедлительно направлены на ликвидацию пожара на полигоне Всьянова. Жители Серпухова должны вздохнуть с облегчением.